Я расскажу про моего дедушку. Когда моему дедушке было всего 12 лет, у него умер папа. Папа умер очень неожиданно. Никто этого не ожидал. Мой дедушка был самый старший сын в семье. После дедушки было 5 девочек. И самый младший брат дедушки, который родился несколько месяцев назад. Дедушка один мальчик в семье. Многодетная семья. И бабушка осталась одна. Когда не стало у дедушки его папой, дедушка говорит, мы в нашей семье очень сильно почувствовали, что нету папы. Сразу закончились быстро деньги. У нас стали заканчиваться продукты. Мама не могла зарабатывать. И вот настал период в жизни, когда настал день, и нам нечего было кушать. И дедушка говорит, мне было всего 12 лет. И в 12 лет я почувствовал на себе очень серьезную ответственность. Я посмотрел на своих меньших, и мне стало за них страшно. Неужели мы умрем от голода? И вот дедушка, он решил, что надо что-то делать. В то время дедушка мой был еще человеком неверующим. То есть их семья, они Бога не знали, Богу не поклонялись. Это потом, когда ему будет 60 лет, он покается и придет к Богу. Но тогда ему было всего 18, и он понял, что никто из людей ему не поможет. И помочь может только Бог. И в 12 лет дедушка склонился на колени, не зная Бога, но обратился к Богу и говорит, Бог, спаси нашу семью, нам кушать нечего, папы нету, как мы выживем, денег нету. И говорит дедушка, когда я встал с колен, вдруг мне пришла мысль, «А ведь умирая, папа оставил вам лошадь. У вас же молодой, красивый, сильный конь. Работай с этим конем». И вот дедушка решил пойти к людям, которые работали на лесоповале высоко в горах, и он стал проситься к ним рабочим. Говорит, «Возьмите меня работать, я буду своим конем высоко с гор спускать лес. Толстые бревна». Мужики посмотрели на этого мальчонку, а дедушка вообще, даже когда был уже стареньким, он вырос только до метр пятьдесят с чем-то там. Вот он такой маленький у меня был дедушка. А когда ему 12 лет было, представьте себе, сколько у него рост мог быть. Ну чуть больше метра. Такой мальчонок стоит и говорит, «Возьмите меня в лес, я буду конем таскать бревна». Они над ним начали смеяться. Говорят, «Мальчик, иди домой к маме, какой лес, какой конь, какие бревна». А дедушка настойчиво говорит, «Если вы меня не возьмете, у меня папа умер, мы умрем из голода, дайте мне любую работу, я хочу работать». И вот удивительно, люди над ним жалились, взяли его на работу. И дедушка стал работать с этим конем. На удивление, конь был очень умным. И говорит, «Дедушка, как мне легко было». За короткое время он заработал денег и купил корову. Ну, вообще, сейчас молодежи и детям непонятно, как это, купить корову, что это такое. Все избавляются от коров, то есть, зачем оно надо. А тогда это была величайшая ценность и кормилица семьи. А потом и продукты. Но настало время, когда моего дедушку постигла беда. Через нашу территорию, через Закарпатие, транзитом во время войны проходили войска. То одни туда войска пойдут, то обратно. Войны как таковой не было. Но транзитом через Карпаты проходили войска. И вот один раз дедушка верхом едет на своей лошади, идут войска колонной, и несколько лошадей тянут большую пушку. Офицер командует, как тянуть эту пушку. И вдруг этот офицер увидел дедушку моего и очень красивого молодого коня. Этот офицер позвал дедушку, а дедушка верхом ехал на лошади, дедушка подъехал, и он за ногу потянул моего дедушку, стянул с этого коня и говорит, ты ребенок катаешься на такой хорошей лошади, а у нас некому пушку тянуть. Взял коня за уздечку, выпрягает от этой пушки самую худую, самую больную и несчастную лошадь и запрягает туда дедушку коня. Этот конь был единственной кормилица для семьи. войска пошли дальше, и дедушка, когда увидел, что его любимый умный конь, который спас от голодной смерти семью, который зарабатывал на эту семью, уходит этот конь, дедушка очень сильно заплакал. Ушли эти войска, дедушка стоит и смотрит, такая, знаете, худая, больная, полудохлая лошадь стоит, еле-еле живет. Дедушка опять обратился к Богу, Господи, если ты есть, помоги нам, потому что мы, мы погибнем, вся семья погибнет. Прошло несколько дней, вдруг дедушки говорят, этот офицер, который забрал у тебя лошадь, он просит, чтобы ты привел его лошадь опять. Ну, войска уже ушли километров двадцать, там они остановились, дедушка от радости берет эту старую лошадь и за уздечку пешком двадцать километров отвел ее туда, где эти войска приходят, действительно стоят войска, пушка знакомая, лошади, и стоит его конь, но конь держит переднюю ногу, так знаете, вверху, поднятую вверх. И дедушка, когда увидел своего любимого умного коня, что он держит ногу вверх, он понял, с конем случилась беда, конь сломал ногу, но если конь ломает ногу, у лошади кость никогда уже не срастается, ее очень трудно сломать, кони почти ноги не ломают, но если сломал, она не срастается. И вот дедушка, когда увидел своего любимого коня, у которого нога кверху, он еще сильнее заплакал, он понял, что его любимый конь попал в беду. Офицер увидел дедушку с лошадью, забирает эту худую лошадь назад и говорит, забирай своего коня, у него, говорит, проблема с ногой, он только на трех ногах, прыгает, на четвертую не остановится. Дедушка взял за уздечку своего любимого коня, идет домой и плачет, плачет всю дорогу, конь вот так вот на трех ногах рядом, прыгает, 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 дедушка идет и плачет, и опять змолился Богу, и говорит, Бог, если ты есть, помоги нам, помоги, чтобы у моего коня зажила нога, чтобы он опять мог работать и зарабатывать на семью. Когда они отошли несколько километров от селения, вдруг дедушка смотрит, неожиданно конь положил ногу на землю, а потом, знаете, очень радостно стал на четырех ногах прыгать кругом дедушки, а потом дедушка не понял, что случилось, потом дедушка сел верхом на этого коня, и до этих 20, почти 20 километров галопом конь понесся домой. Оказывается, конь понял, что его забрали и притворился хромым. чтобы избежать вот этой участи, таскать большую пушку. И знаете, мой дедушка рассказывал и говорит, удивительно, как Бог нас через этого умного коня спас от голодной смерти. Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог!